Здравствуйте. Добрый день. Начну не с графов, начну с себя. Меня зовут Зиновь Алексей, я аспирант ОМГУ. То есть первая буковка О означает ОМС, математик. Занимаюсь теорией графов, прогнозированием пробок, исследованием различных карт, картографий, дорожных графов и так далее. Вот не знаю, с ним я... У меня будет много разделов в докладе, поэтому вжали себе стульчики. Вот каждый раздел, вот там в конце будет видно, что разделы заканчиваются. Приготовимся к увлекательному путешествию. Ну что же мне хочется перелисовать? Немножечко начнем с предметной области. Предметная область — это те самые пресловутые большие данные. Откуда они вообще берутся? В прошлом Бигдада тоже существовала. Это были, например, данные астрономических вычислений, огромные космические таблицы, данные многолетних наблюдений за погодой. Например, некоторые медиастанции ведут записи больше 150 лет. Это данные торговых операций, например, данные торговых маршрутов олстынской компании, которая возила свои товары, где только не возила. Они все это записывали. А сейчас можно это все интересно анализировать, например, рассчитывать пункт инфляции в Британии в 18 веке. Теперь ситуация немножко изменилась. Это, в первую очередь, веб-граф. Это наш самый большой друг и товарищ для всех исследований. На втором месте может стоять граф почтовых сообщений. Что это такое? Отправили куда-то письмо и считаете, что линк образовался. Это данные социологических исследований. Это дорожный граф в широком смысле этого слова. Это, например, транзакция на PayPal. Это граф друзей на Facebook. Это анализ текстов комплекаций. Он тоже может быть сведен к определенным графам задачи. Сейчас немножко картинок. Первая картинка – это модель, так скажем, цитирования в науке определенных областей. Здесь мы видим ключевые слова какие-то, например, вычисления или геометрия. И они связаны друг с другом, если эти слова встретились вместе. Например, исследуя какой-нибудь открытый срез научных данных, мы можем построить определенный граф. Понятно, что таких данных очень много. Граф будет довольно большой. У него может быть не очень много вершин, но у него может быть значительное количество связей. Потому что слова друг с другом встречаются в очень разных комбинациях. А вот похожий граф. Может быть его не очень хорошо видно, но мне очень нравится. Классный граф, в котором видна вся наша современная англоязычная наука нашего человечества. Здесь можно увидеть, что вершины – это соответствующие области. Например, молекулярная биология и медицина. Дуги соответствуют цитированию одной области в другой области. Мы видим, что вес вершин – пропорциональное количество вообще публикаций. Понятно, что журнал Nature дает нам огромный вес вершин, типа в молекулярной биологии или медицине. А вот, например, какая-нибудь физика с математикой, они где-то там, высоко на севере, и влачат жалкое существование. По количеству публикаций, конечно. Хочется поговорить об относительных вообще размерах графа. Так как я сам специализируюсь на дорожных графах, я сюда и дорожный граф тоже вставил. Самый большой – это, например, веб-граф. Что это за объект? В нем почти триллион вершин, 8 триллионов ребер, объем на диске занимает почти 100 петабайт, и прирост в день довольно значительный, например, порядка 300 терабайт. В Facebook граф, друзей, почти в тысячу раз меньше по количеству вершин, но ребер на каждую вершину, то есть средняя степень, довольно значительные. Он занимает 1 петабайт, и прирост в день идет около 15. Дорожный граф Европы еще меньше, только задачки на нем решаются посложнее. В нем 18 миллионов вершин, например, 42 миллиона ребер и так далее. Но если взять какой-нибудь дорожный граф Екатеринбурга из открытых источников, ну вот, в нем такое уже совсем, уже и биг-дата, уже какие-то медиум-дата, но, тем не менее, какие-то интересные задачки на нем тоже можно решать. Одна из популярных задач, это, например, я сейчас по задачкам пойду немножко, это ННС, поиск ближайшего соседа в самом широком смысле слова. Найти ближайшую точку данной на большом множестве точек. При этом вы можете считать ее соседом по какой-то, по разным причинам. Ну, например, на графе это может быть та точка, которая находится на кратчайшем расстоянии от вас. Какие могут быть приложения всей этой науки? Это сервисы рекомендаций в первую очередь, какие-то генетические исследования, распознавание образов, конечно же, какие-нибудь котики от собачек отличать тоже можно при помощи соответствующего моделирования. И такая популярная область, как динамическое размещение рекламы в интернете. Хочется вспомнить довольно старинный эксперимент, эксперимент Милгрэма, о том, что я могу послать письмо из Детройта, и оно дойдет до Нью-Йорка за шесть рукопожатий или передач письма. Вот человеческое общество, оно, вот пока его не было, пока мы его не пытались зафиксировать при помощи данных каких-то, оно не давало нам самого важного – огромного, большого графа социальных связей. И вся эта штука еще продуцирует каждый день сообщения, твиты, лайки и так далее. То есть куча данных. Если вернуться к эксперименту Милгрэма. Несколько лет назад проводились расчеты, и, например, если взять такие графы, как Facebook, или, например, Twitter, или, не дай бог, почтовый граф MSN Messenger за один месяц, можно посчитать диаметр этого графа. И оказывается, что диаметр этого графа, он не очень большой. То есть у Facebook это 4,5, у Twitter вообще 3,67. Ну понятно, почему он меньше, потому что там однонаправленная связь, как сейчас ВКонтакте, например. Но в MSN Messenger не каждый месяц мы пишем своим друзьям, используя этот мессенджер. И тем не менее, этот граф довольно значительен, чтобы даже MSN Messenger влазить в оперативную память на одной машине. Конечно, можно что-то посчитать. Вы можете подбрасывать какие-то кусочки с диска, но все это как-то неаккуратно, а вдруг завтра начнут писать немножко больше. Что с этим делать? Есть разные пути. Я буквально хотел привести пример, что используя, например, такие интересные вещи, как статистические счетчики с названием HyperLockLock, которые позволяют упаковать каждую вершинку и ребро буквально в 5-7B, мы действительно можем эти большие графы считать на одной машине. То есть одно из направлений может быть, например, очень интересная и тщательная упаковка, скажем так, сжатия графа с потерей точности. Если вы согласны терять точность, я думаю, рассчитывая диаметр Фейсбука, мы можем потерять точность, ничего страшного. Если перейти вообще к общему, какие у нас есть основные задачи на графах, они все применимы к большим графам, безусловно. Это поиск кратчайшего расстояния между двумя точками. Это какая-то кластеризация, нужно искать какие-то компоненты различные. Это поиск островного дерева. Чем интересен поиск островного дерева, например, на дорожном графе? Если найти его и должным образом направить ваши, например, снегоуборочные машины, можно очень серьезно блокировать какой-то город. Это потоковые задачи. Это, и самое важное, это построение моделей динамических графов, тех графов, которые меняются в реальном времени. Вот интернет, он похож на очень живой организм. Он дышит, длинки быстро образуются. Он действительно его напоминает и нужно прогнозировать его развитие. Это не какой-нибудь статический граф, как граф дорог в каком-нибудь поселке, который 10 лет не обновлялся. Есть другой класс задач, не менее интересный. Вот на этой картинке нужно попытаться взглядеться и найти какую-нибудь важную вершину. Ну, понятно, что какая-нибудь вершинка сверху не самая важная. А вот товарищ, который посредине дружит даже с шестью, по-моему, ну, он выглядит каким-то более важным. То есть просто простое всматривание в граф, в какую-то визуализацию дает нам основание выделить какие-то важные в каком-то смысле вершины. Ну, что это за граф? Это граф, брачный граф Флоренции в 15 веке и самое популярное семейство это семейство Медичи. Они женились со всеми и таким образом организовывали свое влияние во Флоренции. А вот с Пуччи никто не хотел даже знаться. Непонятно по каким причинам. Отсюда вытекает следующая проблема. Если у вас очень большой граф, его, наверное, сложно визуализировать так, чтобы можно было всматриваясь и увидеть в нем важные вершины. И тут встает большая проблема. Зачем искать вообще множество этих центральных точек? Следя за этими точками, как только вы их найдете, эти центры влияния в каком-то для вас важном смысле. И зная, как, например, их обезвредить, вы сами начинаете обладать каким-то влиянием на граф. Вот это знание дает вам определенную мощь. Основные приложения это понятно. Это социальные сети, например, обезвреживание каких-то социальных лидеров. Это дорожные сети. Где-то очевидно, например, в моем городе это три моста через единственную реку. Ничего интересного. В вашем городе мостов много. Тут уже сложнее задача. И, например, важной точкой будет отнюдь не какая-нибудь точка на Ленинге или еще что-то. Вопросы хранения больших графов. Тут у всех такой вопрос. Ну хорошо, ладно, мы разобрались с моделированием. Это как-то все надо хранить. Есть очень традиционные и немножко нетрадиционные, непопулярные структуры данных. Матрица смежности, матрица инцидентности. Все делали их на практикумах, лабораторных. Список смежных вершин. Тут на третьем курсе кому-то приходит открытие. Давайте делать его. Список ребер. Разные виды деревьев. Очень много. Проблема в том, что нормальные графы редко являются игреями. И даже есть такие в виде стеклов. Ну и многие другие на самом деле. Есть разный формат упаковки, но я бы не назвал это уже структурами данных. Все эти представления очень сильно различаются по тому, сколько памяти они потребляют. И временной сложности выполнения операций. То есть вы выписали себе в столбик все эти представления. Зашли в Википедию, посмотрели мне временной сложность. Если она вас устраивает, возможно вы страшно выйдете по памяти. В университетских курсах опять же очень любят рассказывать про временную сложность. И все время забывают, что этот клевый алгоритм, реализованный на исправление огромной матрицы смежности, никогда не влезет в вашу никакую память и даже вам на диск. Способ работы с графами. На самом деле их много. Вот все из этих способов имеют право на жизнь. Я просто их перечислю. Вот у вас есть граф оперативной памяти, а данные лежат на диске хоть в DXT, хоть в бинарнике и так далее. Главное, чтобы как-то распарсили в начале работы, загрузили и дальше со скоростью оперативной памяти его как-то колбасить. Данные могут лежать не графовые СУБД. Например, вы положили их в MySQL по таблицу ДУК, завели табличку вершин, храните какие-то данные. Какая разница? Главное, что вы оттуда считали и снова работаете в оперативной памяти. Вы можете снова продолжать работать в оперативной памяти, теперь модно и круто хранить все в графовой СУБД. Я недавно посмотрел, сколько графов СУБД было создано за историю человечества. По-моему, каждый год выпускалась хотя бы одна графовая СУБД с 80-го года. Причем в 90-е это было очень популярно. По-моему, это были, считай, курсовые, сделать графовую СУБД. И при этом даже Microsoft, по-моему, три раза пытался создать. В последний раз в 2011 году мы в очередной раз что-то сделали. Ну и так далее. Граф может не загружаться целиком в оперативную память. Тут уже простор такой оперативный начинает выходить. Обработка идет частями. Загружается это, например, с диска. Данные диски лежат в произвольном формате. И, например, самый трэш, это не графовое представление об оперативной памяти. Например, если вам нужно сделать какие-то агрегации, которые вообще... То есть у вас типограф, но вы вычисляете какую-то статистику. Зачем вам хранить это все в виде графа? Это может храниться в виде удобной таблички. Средний вес ребра. Зачем? Зачем хранить это в виде графа? Хочется сказать немножко хорошего и плохого. Про одну из самых популярных баз данных в Neo4j. У нее есть плюсы, если мы говорим сейчас о Data Storage. Она очень оптимальна для сильно связанных сущностей. Вот если у вас есть такие сущности, которые и такие у них отношения, и такие. И все эти отношения очень неоднородные. То есть не просто связи одного типа. Neo4j подойдет. Удобный язык запросов, вершины ребра от ребра, все дела, индексы даже есть. Вы можете много-много весов на ребро навешать, которые служат разным целям. Все это работает. Мне нравится, что Neo4j есть много плагинов, включая 2D-индексы. Но 2D-индексы есть вообще везде. Это простая картинка, которая попытается... Вот вы такой тренер покемонов, и у вас есть разные особенности. Вы коллекционируете шняшки и тренируете покемонов. И это как бы разные ваши взаимоотношения с окружающим миром. И вы как бы заводите одну связь, на конце которой висят все ваши бейджи, так сказать, а на другой все ваши покемоны. У всех этих товарищей могут быть свои пропертии и так далее. Вот это можно хранить в Neo4j. В чем проблема? Нет полноценного горизонтального масштабирования. Данные должны храниться на одной машине. Даже во второй версии с этим какие-то понты, которые вышли недавно. Он плохо, он плохо реально работает в некоторых критичных ситуациях. Типа, когда вам вы очень много удалили из графа. У вас такой очень резко меняющийся граф. Вам нужно все переиндексировать, а тут Neo4j может пасть смертью храбры. Когда вы хотите добавить новый атрибут, хотите задать новый индекс. Ну, лимиты и платность, это вообще беда. Куча бесплатных графов и баз. Зачем использовать? И очень много маркетинга. То есть я видел кейсы для хранения в Neo4j вообще всего. Всего. Зачем? Система для вычислений больших графов. Чуть интереснее. То есть мы сейчас поговорили о каких-то сторожах. Вот там вот внизу. И многие считают, что это превратально. Вы взяли какой-то графовый сторож и все. Но если у вас он большой, куда-то непрестный, прям реально большой. Вам нужна какая-то система для процессинга на графах. Вроде бы есть MapReduce, я могу его взять и использовать. Мы же всегда его используем. Но тут есть небольшая проблема. Графовая задача плохо сводится к набору сцепленной задачкой eval. Реально плохо. Большинство графов и алгоритмов построено на итерационной обработке. Если вы хотите замапить любой стандартный алгоритм из учебника, вы делаете такой напор сцепленных джоб. Они все на вход передают друг к другу состояние графа туда-сюда гоняют. Это жрет столько памяти. Это просто жесть. Ну, есть другой подход. Конечно же, он есть. Давайте откажемся за дупой из парка, который все так делят на кусочки и обрабатывают. Давайте по-другому работать с графом. И, не помню уже в каком году, в шестом или в девятом, Google опубликовал статью о своей системе Pregg, после которой кучу наделали форков от нее свободных. Но суть примера следующая. Давайте думать как вершина. Мы сидим в вершине. Что может делать обычная маленькая вершина? Она может обмениваться сообщением с другими вершинками в социальной сети. Она может получать сообщение, она может отдавать сообщение. И менять свое состояние в зависимости от этого. Такая живая подвижная вершина. Мы храним состояние графа MI в памяти начальной, и потом какие-то промежуточные чекпоинты через много-много итераций. Ну, некоторые, как мы иногда и фиксируем в нашем базе данных. И теперь вместо определения стандартных классов маппера и редюсера, вы переопределяете класс вершина в Pregg'евском API, оно на C. И эта вершина, она может посылать сообщение, можно пройтить свои ребрами этих состояний. Ну, примерно так. Моделька выглядит следующим образом. Вы запускаете это все, раздаете кусочки графа по нодам, там в каждом кусочке вершинки обменяются сообщениями, все обменялись, достигли какого-то барьера, сидят штуки. После этого происходит какой-то пересчет, доставка сообщений, пересчет, и все повторяется снова. Чем-то похоже, чем-то нет. Pregg'ев основана на этой модели, название которой я не произнесу. Все эти большие шаги, где достигается барьер, называются супершагами. При выполнении супершага запускаются функции параллельно на разных нодах, вы что-то там вычисляете. Если вдруг, не дай бог, обработка месяца требует вычислений, все хорошо параллелится. Простой пример. Вершина их, вот одна вершина, хочет рассказать всем, какое у нее кратчайшее расстояние от какой-нибудь другой. Действительно, натянутый кейс, но тем не менее. У нас есть какое-то начальное состояние, в первой вершинке ноль, известный веса дуг. И вы на первой стадии говорите, «Эй, меня до той вершины 1 послали, 1 сообщение». Ну, одна другая не будет послать, потому что там уже известно, что ноль. Ура, мы в двух вершинах знаем кратчайшее расстояние. Следующий. Мы знаем наше кратчайшее расстояние до первой вершины и знаем длины дуги. Мы посылаем это сообщение с моим расстоянием в следующую вершину. Она там сложила. Она такая, «О, у меня 4. Все, 3 вершины за 3 супершага, все, узнаем». Это выглядит несколько нудно, но работает. Что дает Приглит? Приглит дает масштабируемость. Он дает устойчивость к отказам. Я чуть позже расскажу, в чем это устойчивость. И позволяет применять произвольные алгоритмы. Ну, если вы, конечно, переложите их на систему сообщений. Это просто пример этого C++-а. Ой, я строго вообще. И одна из стандартных задач, в которой это все применяется, например, итеративный подсчет пейджеранка для ваших страниц. Ну, того самого старого пейджеранка, который считался простым алгоритмом в 1997 году. Там просто что происходит? Пейджеранк, он такой интересный. Вы не можете его раз и строго аналитически высчитать. Вам нужна некоторая... Для того, чтобы с определенной точностью его посчитать, нужна некоторая итерационность. Дело в том, что пейджеранк, он уже зависит от того, и кто на тебя ссылается. И от их пейджеранка тоже, он вроде еще не посчитан. Ну, вы как-то так стартуете с каких-то первых приближений. И уточняете, 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 обмениваясь сообщениями. Пейджеранк когда-то считался там. Есть открытая система. Потому что Брегли — это о ней статья. Никто ее не дает никому. Кто-то копирует, но тоже не дает. Вот. В сообществе Apache была написана система жирафа. Полная копия Брегли плюс дополнительные фичи. Здесь не просто перечислены, кому интересно, можно посмотреть. Сделали и Facebook в свое время для анализа социального графа. И, как обычно, отдали все. Вот тут я поподробнее хотел разъяснить, а в чем же устойчивость? Вот это интересная модель Master Workers. Мастер, стандартный мастер, он распиляет задания между всеми, кусочки графа, пускай даже с прикрытиями рассылает на воркера. Воркер загружает свой кусок графа, все считает, обменивается впечатлениями, ждет синхронизационного барьера и так далее. Но при падении мастера на ему смену стоит другой мастер. Эти все мастера хранятся в Зукипере, и их там может быть очень много. Мастер при этом может быть просто потоком на вашей машине. Не обязательно мастер будет выделенной нодой. У вас какая-нибудь машинка, на которой вы можете 100 потоков запустить. Ну, сделать из нее 100 мастеров. Есть альтернативная история. На самом деле миллион систем для процесса ангографа есть в сообществе Apache, Hama Mahout и так далее. Есть альтернативная коммерческая история с греческими богами. Мне почему-то нравится их название. Эта картинка просто показывает компоненты работы с графом. Первое – это всегда ваше желательно распределенное графовое хранилище. Здесь, например, Титан. Это какая-то аналитическая машина, в которой лежат ваши алгоритмы, которая умеет правильно обращаться к вашему сториджу. И, возможно, какой-то быстрый процессор для быстрых запросов. Такое тоже может быть. Итак, дорожный график. Сейчас чуть подробнее. Не всякий граф дорожный. А какой граф не дорожный? Только тот, у которого туги отрицательны и не выполняются неравенцы треугольникам. В общем-то, почти любой нормальный граф дорожный. Также часть ребер в таком графе может быть чуть более важной, чем остальные. Например, магистральные шоссе, какая-нибудь выделенная линия между вашим городом автоволокна и каким-нибудь другим. Разные важности. Кратчайшее расстояние можно вообще в любом смысле понимать. Ну, по-нашему, это вроде бы кратчайшее расстояние с точки зрения километража. А для кого-то с точки зрения проезда. А для кого-то с точки зрения не встречи с белорусско-украинскими пограничниками. Разные могут быть кратчайшие расстояния. Эта задачка, она прям классическая. Но решать ее на большом графе огромная проблема. Вот, например, Google Maps должен каким-то образом быстро отдавать вам данные о кратчайшем маршруте. При этом, наверное, не в этот момент запускает дейкстр или еще что-то. Вроде картиночки. Это, если кто узнал, дорожный граф штата Орегон. С северного такого кусочечка над Калифорнией. На нем дальше буду иллюстрировать некоторые алгоритмы в расчетах кратчайшего расстояния. На графе. Вот, но он такой. Он довольно густой. В нем все отмечено, что есть. Если бы работала дейкстр. Что бы сделала дейкстр? Она бы просмотрела все вершины, построила бы все кратчайшие расстояния. Вот эта зелененькая. Ну, просто все просмотренные вершины. Казалось бы, это здорово. Давайте запускать дейкстр. Она гарантированно работает. Но есть небольшая проблема. Хочется не сканировать все эти вершины. Они какие-то бесполезные. Понятно, что ты ездишь из одного угла в другой. При определенной высоте кажется, что ты никогда не заедешь через Лос-Анджелес. Зачем это просматривать? Зачем строить через него маршрут? Все начиналось с Астара, со звездой эвристического алгоритма. Это обобщенная версия дейкстр. Там есть функция, которая состоит из двух частей. Одна из них очень точная. Вот вы стоите в какой-то вершинке сейчас. Вот вам известно кратчайшее расстояние точное до нее. Может быть, дейкстр и вообще. Вот это левая часть функции. А правая, это ваша оценка. По-моему, там по прямой 100 км. Вот это вторая часть функции эвристической. Если ее замулить, будет дейкстр. Если же у вас есть какой-то способ. Вы линейкой померили. Либо он вдруг сказал. Это хорошая экспертная система. Это будет ваша оценочная функция. Ну, например, мне нравится, как в Старкрафте писали все время оценочные функции. Там не использовали сразу Астара, со звездой. Он читал все кратчайшие расстояния. И не учитывал никогда какую-нибудь турельку, которая стоит, не дает, никуда проходит. Они просто ломятся с ближайшего входа. Это же бред, надо учитывать лица. Двунаправленный поиск можно использовать. У вас уже есть А со звездой. Вы выбрали какой-то метод. И здесь легкий выход. Вы хотите сильно ускориться прямо в два раза. Вы можете запустить это все из источника, из стока. То есть в тот момент, когда вот это строящееся ветвистое дерево встретится, в какой-то одной точке можно закончить поиск. Это дает серьезный выигрыш, можно это спараллелить. Пример даже для обычных двунаправленных текстеров показывает, что мы просмотрели один и не все. Значительно меньше. Но этого мало. То есть ты смотришь, и это все как-то начинает сильно зависеть от размера твоего графа. Ну ладно, сегодня у нас плохой, стремный граф Европы с десятью вершинами. А завтра мы сделаем лучшее, что пользователи будут ждать десять часов. Что-то не то с нашей системой, подумали ребята. И предложили следующее требование к системе. А давайте быстро отвечать... Какое кратчайшее расстояние? Быстро это там десять миллисекунд. А давайте у нас алгоритмы будут линейные вообще по всему. Лучше сублинея, лучше логарифмичные, еще что-нибудь. Пусть будет этап предварительной обработки, я согласен. Пусть несколько часов там что-то колбасится, вы мне что-то посчитайте. Но, пожалуйста, не рассчитывайте все попарные кратчайшие расстояния, потому что у меня нет памяти. Учитывайте геоспецифику графа. Мы сейчас говорим о дорожных графах. Если это не привязано к географическим координатам, это может быть привязано к любым другим координатам. Вашим метричным пространствам или еще что-то. И можно использовать сжатие и перекодировку на диск. Все это дело объединилось в так называемые двухфазовые алгоритмы. Первый этап. Выбираете граф, как-то его колбасите, колбасите, колбасите. Собираете какую-то инфу. Не считаете все попарные кратчайшие расстояния, что-то делаете. Результаты обработки сохранились в какую-то базу данных. Не так уж важно в том. Второй этап. Вы должны как-то так построить запрос в базу данных, чтобы очень быстро получить ответы. Вы получаете этот ответ за 10 миллисекунд. Как-то там все должно так храниться, чтобы этот ответ быстро... Вы можете что-то досчитать в момент получения запроса, но немного. Основное предположение этих алгоритмов состоит в том, что дорожная сеть меняется слабо. Т.е. никто не построит завтра миллион новых дорог и не разрушит 100% до 100. Это основная предпосылка этого органа. А вот здесь просто аббревиатура всех этих алгоритмов. От прошлого до наших дней, что называется. Был дан большой дорожный граф евро. Вот самый, 42 миллиона вершин. 18 миллионов вершин, 42 миллиона ребер. Dexter на нем считал вот это в микросекундах. Например, она отработала, ну конечно, в хорошем классе за 2 миллиона микросекунд. Следующий алгоритм это ARD, это А со звездой и Landmarks, земельные пометки. Следующий алгоритм RE, HH, CH и так далее. Все равно как они называются, на самом деле важно, что ускорение значительное. Причем даты изобретения и проверки этих алгоритмов, вы видите, очень свежи. То есть, может быть, лет 5 назад вы хотели сделать свой, а эти ребята работали параллельно. Начнем с простого. А со звездой, с земельными пометками, я вот так могу перевести для себя. Вы выбираете какое-то под множество вершин. Не очень большое, их может быть очень мало. Вы вычисляете расстояние между всеми этими вершинами. И что вы делаете? Вы в момент запроса ищите расстояние только до одной из этих вершин. Вот так и работает. То есть, причем, чем больше, естественно, вершин ALT вы можете посчитать и хранить в памяти, тем быстрее вы будете рассчитывать момент запроса. Это позволяет грандиозно ускориться и сканировать намного меньше вершин. Вот у меня ниже пример. Чтоб найти путь из тысячи вершин в графике с тремя миллионами вершин было просканировано 10 тысяч при миллионах, это, видимо, размерность Орегона. Вот. Причем земельные метки, ландмарки, могут быть выбраны случайно. Более того, показывает практика, случайный выбор дает самый лучший результат. Здесь они были выбраны немножко не случайно, по периметру штата Орегон. Ну, такой почти худший случай. И тем не менее, это синий и зеленый, это просканированные вершины с двух сторон. Это не весь граф. Есть следующий алгоритм, который вообще интуитивный какой-то. РЕ назовем его так. Представьте себе, что вы автомобилист, у вас есть интуиция, вы не ездите по боковым трассам. Вы ездите только по хайвеям. Причем ваша задача такая. Быстро найти из вашей деревни хайвей и включаться по нему в направлении точки, которые вы достигли. Не сворачивая на боковые проселочные линии. Есть предположение, это уже какое-то предположение об интелекте человека, на самом деле. И вот вы гоните к цели. На самом деле, вот картинка для штата Орегон соответствующая. Видно, что основных магистралей может быть довольно много и вы не можете немножко заходить в купик. Поэтому было предложено еще одно улучшение. Так называемое построение контрактного графа. Я кратко выражу идею, чуть короче, чем на слайде. Представьте себе, что ваше движение выглядит следующим образом. Вы находитесь в отстойной деревне, и вам нужно добраться в другой отстойной деревне. Вы понимаете, что путь будет все равно лежать через хайвей. Но вы также понимаете, что до отстойной деревни хайвей не ведет. Вы выбираетесь сначала с дороги своего класса, с дороги у класса повыше. Потом еще выше. Причем выбирая тот вариант, который вас максимально быстро приводит на хайвей. Но в хайвее начинаете следить за некоторыми, иногда проверяя съезды, в сторону, который по вектору, может быть по углу, а немножко отклоняется в сторону вашей цели. Именно низшего класса. Потому что только с дороги низшего класса вы попадете в свою плохую деревню. Но вот в этом то небольшое улучшение. При этом вы снова работаете на совсем граф. Я не все алгоритмы буду рассматривать. Из перечня один довольно тоже легко объясняю. Это так называемые транзитные вершины. Граф разбивается на регионы. У вас есть несколько различных регионов. И в каждом регионе выбирается, например, 5 транзитных вершин. Очевидные точки, через которые все проезжают. И вы находите для каждой вершины, ставите соответствие, что вы храните в базе. Его транзитную вершину. То есть его друга, его очень важного добавища, через который все придется вычислять. И при этом вы снова вычислили все пары кратчайших путей внутри региона. Может быть некоторые между регионами. И это все сделано на фазе перепроцессинга. В момент реального запроса пользователю вы берете вершину, вы знаете для нее транзитную ноду. Возможно, даже знаете кратчайшее остальное или считаете его в этот момент. А расстояние между транзитными вершинами уже не считано. Есть небольшая проблема. Выбрать их транзитных вершин при разбитии на регионы. Это нехилая оптимизационная задача. Ну вот здесь, к сожалению, картинка для транзитных вершин с еще и земельными элементами. Гибридный алгоритм. Можно их смешивать. Он давал некоторое ускорение. Есть затруднительные ситуации, блин. То есть эти дорожные графы, эти классные алгоритмы не работают. Например, у тебя есть оптимизационная задача на графе, в которой ты перебираешь варианты своего дорожного графа. Что-то пытаешься посмотреть, удалить какие-то дуги. И граф может существенным образом меняется. Например, в основных задачах. У вас есть, не дай бог, миллиард рублей. В Екатеринбурге, наверное, 10 миллиардов рублей, чтобы построить и закрыть какие-нибудь дороги в центре, проложить трамваи и так далее. Как вот инвестировать, чтобы межрайонные корреспонденции каким-то образом там в среднем снизились? Ну, я не знаю, чего хотят граждане. Может число пробок. Ну, время простое, пробка уменьшилась или еще что-то. Вы, исследуя свой граф, засловно вам будут нужны процедуры расчета кратчайшего расстояния. Но вы не можете использовать те двухфазовые алгоритмы, потому что граф меняется, и он может меняться серьезно. Чем больше у вас денег в инвестиционной задаче, тем серьезнее он меняется. Или пример. В этом году в России, на Дальнем Востоке, наша дорожная сеть подверглась удару стихии. Ситуация менялась серьезно, и дороги выходили из строя и возвращались, кстати, из строя после просыхания довольно хаотично. Оказалось, нет хороших данных о рельефе и так далее. Где прокладывать новые дороги на Дальнем Востоке, чтобы система была максимально устойчива. Ваш граф, который вы будете припроцессировать, обсчитывать, будет очень сильно меняться. И тут ничего лучше. Двунаправленные дэээкстры, а со святой это, кстати, иногда векатель. Слишком большие погрешности. Ничего лучше не будет. Ну, а тут просто немножко картинок я решил добавить. Это не вашего города Новосиба дорожный граф. Это Омска. А это Екатеринбург я нашел. Но в нем мало решенок, потому что это ваши важные магистрали, по которым можно гонять при помощи транзитноутс, например, или еще что-то. Это снова дорожный граф Новосиба. Ну, про такие визуализации рассказывать дальше, но я не мог же графу показать и картинки не показать. Математика такая сложная. Если вся эта математика не для вас, есть выход. Есть два хороших выхода, я сейчас о них расскажу. Есть такая область, она называется эффективные алгоритмы, эффективные для работы с диском и так далее. О чем следует помнить? Я в начале доклада говорил о том, что граф хранится в памяти, в оперативной. Нужно помнить, что уровней памяти много. Про это много раз на этой конференции еще скажут и так далее. Чем дальше от CPU, тем все больше у вас памяти у нас нет. И про это можем говорить. Данные между уровнями памяти перемещаются большими блоками. То есть должны перемещаться большими блоками. Когда вы пишете программу, там все может быть очень хаотично. Случайное чтение и так далее. Если у вас все равно на Java пишите. Все не очень управляется. Иногда и у вас есть операционная система, которая всем этим управляет. Откуда винда знает, какие грузки графа вам куда подгружать? Она, конечно, не знает. И при этом диск он намного медленнее, чем оперативная память. И вот здесь есть классно. Есть целая теория о том, как ваш граф разбить на кусочки. Вычислить эффективный размер блоков. Кстати, не обязательно граф. И вот эти все данные гонять между памятью и так далее. Берешь готовую энергетическую формулу. Есть готовый фреймворк. Сишный, который это все можно использовать. Это все будет за вас гонять. И вы не думаете ни о ускорениях алгоритмов. Ничего вам это не надо. А есть еще другая вещь. Предположим, у вас сервера находятся в поверхности Меркурии. Я думаю, до этого дело дойдет. Там больше солнечной энергии и так далее. Космическое излучение. На Меркурии робот уронил в инчестер. И потом, когда читалась единичка откуда-то из кэша в память и так далее, что-то вдруг взорвалось рядом, она случайно не так прочиталась. Фантастическая ситуация. На самом деле, может произойти у вас долго. Если вы долго будете гонять единицу между памятью и вашим диском, выполняя, может быть, ошибки при чтении и так далее. Или вот дома ваш код что-то уронил. Суть в том, что классические алгоритмы, вот все, которые я перечислил, они вообще не готовы к тому, чтобы что-то такое у вас происходило. Есть стандартный алгоритм, например, слияние списка. Он вообще не устойчив к тому, чтобы в нем, например, какой-то бит инвертировался и так далее. Таких алгоритмов много. Все эти алгоритмы, вроде Dextra, они тоже не устойчивы. Что радует? Какие-то товарищи об этом позаботились. Есть снова целая отрасль. Вы гуглите по словам graph memory errors. И там для каждой версии, ну из популярных алгоритмов точно до 70-х, есть его устойчивая кошек конверсия. Она потребует от вас иногда 20% прироста трудоемкости, может быть, какие-то исправляющие годы, но вы получите защищенный алгоритм. Это, кстати, важно, если вы не диаметр фейсбука считаете, а хотите какие-то предсказания на бирже делать. То есть, если 10 клиентов, которые очень скандальны, увидят очень неправильный прогноз, информационный повод будет значительно больше. То есть, иногда очень важно следить за ошибками. Итоги. Для анализа большого графа, на самом деле, достаточно большого количественного кластера. Можете сделать себе две виртуальных машины, а на них все гонять. Он даже влезет. Главное, чтобы был большой диск, на который ваш граф влез и так далее. Можно использовать открытые фреймворки. Причем, не останавливаясь, только на жераре. Там, действительно, их очень много. Гуглите по процессу граф даты и так далее. Нарисыпается огромное количество. Важно смотреть, что не все из них хороши для всех ваших алгоритмов. Если для припроцессинга, для кратчайшего расстояния хороши, не апачевские штуки, для некоторых других они не очень хороши. Структура данных, понятно, очень сильно зависит от вашей задачи. Вот нельзя, как в разработке JavaScript приложений, опереться на модный стек и фигарить ваш граф. Это не получится. И самое главное, что все-таки математика, она такая сложная, но без математического аппарата, без какой-то небольшого копания в статьях не получится ваш граф хорошо попроталкивать, хранить, обрабатывать и так далее. Но у всего этого существуют легкие выжимки, и это можно тоже считать. Это все. Тут как бы слайдов был. Спасибо за внимание. Все, спасибо. Пожалуйста, разбирайте вопросы. А можете привести каких-то больше практических примеров не про дороги? Вот для чего все это? Есть ли дороги? Это для вас не практический пример. Здоровье. Здоровье. Ну, для меня просто дорожным графом является, например, граф телефонных звонков, например, Билайна, МТС и так далее. Или вот надо еще в сторону. Классно. Классно. На самом деле иногда нужно выделять, где правильно размещать ваши вышки. Иногда нужно добавить новую вышку в каком-то месте, где ваши сигналы проседают, слишком большой трафик может быть идет. Это очевидное решение. Иногда нужно понять, что каких-то вышек в каком-то месте много и можно сказать. Это задача размещения выше. Дальше вы строите, ну тут чуть попроще, граф небольшой, какую-нибудь классно трубопрованную систему, чтобы гнать газ в Европу. Здесь есть проблема, что у всего этого есть еще куча обслуживающих датчиков. То есть это граф, который вроде бы сам небольшой, но генерирует очень много данных, которые говорят нам о том, что эту трубу, это ребро нужно перекрыть и так далее. Это вот пример. Процессинг, где ваш граф будет небольшой, на данных все равно будет много. Ну вот здесь, например, можно тот же MapReduce спокойно использовать для анализа. Потом, кому-то очень нравится вычислять места скопления людей, определенной субкультуры. Например, опираясь на социальный граф и георасположение. Хорошо, убираем георасположение. Еще что-нибудь. Мне очень нравится граф, который является... Как бы это так объяснить? Соответствующий... Вот у нас есть геном, есть соответствующий... Ему небольшой может быть двудольный граф, соответствующий нашей ДНК и так далее. И таких маленьких графов очень много. И нужно находить в каком-то смысле близкие, похожие графы, похожие на ваш граф. То есть вопрос близости вашего генома. Ну, я примерки помню. Пример так. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы, какие архитектуры и алгоритмы использует Google в своих экспериментах по нейросетям, которые проводит Android NG? Автоэнкодер, вот это вот все. Нет, к сожалению, вот в этой области я не знаю. Есть еще вопросы? У меня вот такой вопрос. Когда приводилось сравнение алгоритмов с поиском кратчайшего пути, правильно ли я понимаю, что эти алгоритмы, они не использовали никого? Не брегли, не жирафа, то есть они просто были написаны? Алгоритмы изначально... Да, действительно, они были написаны как есть, но они соответствовали... Вот первая версия алгоритма одного из тех, которые в пятом году... У них в базе данных вообще MySQL для дорожного грамма Европы. И, собственно, ее хватало, чтобы к вашему 100 гигабайтному графу обратиться, и очень быстро получить ответ. Например, для транзит ноутс. Большая база не нужна. Да, я хотел эти вещи. Просто не всегда задача дает вычисление кратчайшего пути. Кратчайший путь, наверное, самая популярная задача. Но, в целом, некоторые двухфазовые алгоритмы вполне можно применять. То есть можно считать, что они обмениваются... Вы можете запустить этот препроцессинг для того, чтобы вычислить первую фазу двухфазового алгоритма. Которая, например, у вас занимала очень много времени. Вы хотите, чтобы она не неделю считалась, а, например, несколько часов. Например, вы хотите апдейтить граф хотя бы раз в сутки. То есть люди выбирают некоторый гибрид между двухфазовым алгоритмом. Например, используем такого одного из алгоритмов. Но многие не парятся, если вы уже взяли какую-то реальную двухфазовую модель вроде жирафа, запускают двунаправленные тексты и ждут результата, а не отрываются. А вот как эти алгоритмы работают в случае, если... Вот у нас по основным направлениям, по которым происходит поиск, выпадает несколько ребер? То есть как они в этом плане... насколько устойчиво работают? Ну, грубо говоря, если там упадет метеорит на наш хайвей, найдется ли путь обхода? Про устойчивость хочется сказать такой момент. Там есть и приближенные версии этих алгоритмов. Тут в чем прикол? Если у вас повредился неважный хайвей, даже большая неважная область, то есть это незначительное... Вы по какой-то причине посчитали, что это для вас неважно, вы можете дальше пользоваться результатами. Но вот этот просто вопрос устойчивости, он за пределами алгоритмов расчета кратчайшего расстояния. Там считается, что он априори устойчив. Если вы какой-то другой системой определили, что ваша система переехала в другое расстояние, ну, вопрос устойчивости вычисления кратчайшего расстояния, даже при, например, выбросе центрального моста через площадь Ленина, который через сеть идет, наверное, кратчайшее расстояние между городами в Свердловской области не слишком поменяется. Но если ваш граф устроен несколько иначе, и у него другая топология может быть, то тогда результат неустойчив. Но вы сами должны это определять. Если говорить об устойчивости как изменения среднего расстояния между вершинами, оно незначительное, если удалить несколько дуг даже очень много. Но, например, на трафик, если вы решаете потоковую задачу, это начинает сильно влиять. Вот. Есть ли еще вопросы? Если нет, давайте поблагодарим дугача. И у нас короткий 5-минутный перерыв. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok